Место встречи, которое помогает обрести партнеров, громко заявить о себе и найти грамотных специалистов. В Оренбурге сегодня стартовал 13-й по счету форум «Город бизнесу – бизнес-городу». Он объединил более 80 предприятий, 25 учебных заведений и сотни самых разных участников. Для кого-то событие стало очередной ступенью развития, ну а для кого-то вообще стартовой площадкой. Несколько часов на форуме велись разнообразные беседы и дискуссии на самые актуальные темы – от государственной поддержки бизнеса до профессии будущего. За всем происходящим пристально наблюдала Екатерина Киселева. Она расскажет, как конструктор «Лего» помогает создавать космические корабли, ну и когда Оренбург станет умным городом. Вот из этого делают ковролин. Это обшивка автомобиля, в основном салон автомобиля полностью из этого сделан. Это бутылку делают, а это щетки. А еще химволокно, которым утепляют наши куртки. Вы не поверите, но все эти полезности получаются из отживших свой век пластиковых бутылок. Те, кто уже несколько лет дарит им вторую жизнь, на форум пришли для того, чтобы делиться опытом и искать партнеров. Хотим поделиться тем, что скупаем пластиковые бутылки, также сборы, чтобы были больше. Форум показал, бизнес-проекты с припиской «Эко» вообще крайне популярны и широко востребованы, потому на местном рынке их все больше. Эти предприниматели, к примеру, решили возродить строительство из глины и соломы, прежде модернизировав его. Получились такие вот блоки из эко-самана и дерева бетона. Решили возродить далеко старый забытый материал и сделать его более новым, более крепким и надежным. Раньше местили руками, ногами топтали. Сейчас мы делаем все на заводском оборудовании. Никакого кустарного труда, все уже как положено. Впрочем, участниками форума стали не только предприятия, но и студенты. Чтобы предприниматели могли расширить кадровый состав светлыми головами, а юные гении заявить о себе во всеуслышание. Эти, например, обратили конструктор «Легова» благо военной промышленности и космических технологий. Такая робототехника из конструктора помогает создавать модели реальных производств. Так в миниатюре выглядит точечная сварка противокорабельных ракет. Это как бы модели, на которых отрабатываются основные очевидные алгоритмы, схемы, которые уже потом реализуются в металле. Потому что в металле все изготавливается, конечно же, дорого, постоянно. И нужно все сначала проработать. Опять же, при работе со студентами гораздо проще использовать вот такие вот модельные механизмы. Впрочем, на форум приходят не только для того, чтобы себя показать и на других посмотреть. 13-й год подряд к услугам гостей и участников улицы бесплатных консультаций. Самые проблемные вопросы по полочкам здесь раскладывают представители самых разных ведомств и организаций. От МФЦ до прокуратуры. Данное мероприятие всегда важно, потому что, по крайней мере, повышает уровень информированности не только населения, но и предпринимательского сообщества, да и, наверное, и тех чиновников, которые сегодня исполняют свои прямые обязанности для того, чтобы понимать, какие существуют вопросы и как бы хотели и предприниматели, и граждане жить в правом государстве, не нарушая закон и работать на благо себя, своей семьи и государства. Но жарче всего сегодня было на панельных дискуссиях. Здесь поднимались самые животрепещущие проблемы. От господдержки предпринимательства до цифровой экономики, от криптовалюты до переориентации, причем не только невостребованных специалистов, но и самого бизнеса. Сейчас необходимо бизнесу перестроиться и, наконец, понять. Видимо, под бизнесом я подразумеваю и банковский бизнес тоже. И начать производить то, что нужно населению. Неужели наши предприниматели не могут сориентировать свои маленькие производства на производство того, чего шьют китайцы, например. Предпринимателям, которые в тренде, у них большое будущее. И банки их будут поддерживать. Кстати, о трендах. Сегодня глава города подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшей государственной телекоммуникационной госкорпорацией Ростелеком. А это значит, что мощнейший интеллектуальный ресурс компании теперь к услугам оренбуржцев. Весь этот опыт огромный Ростелекома и в сфере пассажирского транспорта. Я думаю, что мы сумеем пройти благодаря взаимодействию с Ростелекомом в проект «Федеральные умные города». Их всего будет 50. Далее мы должны на другой совершенно этап подняться в рамках взаимодействия с нашими сетевыми компаниями, съема показаний с безопасным городом. Все эти перспективы превратятся в реальные совершения уже в этом году. Я думаю, что уже в этом году мы реализуем первый пилотный проект на территории Оренбурга с тем, чтобы и администрация города, и граждане, и в целом мы все увидели уже результаты этой работы. Потому что как только мы увидим результат работы пилота, увидим результаты, дальше сделаем необходимые коррективы, и после этого можем приступить уже к масштабированию. В общем, успех 13-го форума, конечно, измерять можно в подписанных соглашениях или проведенных дискуссиях, но по мнению организаторов, главное все-таки в том, что все участники в итоге понимают, город слышит бизнес, а бизнес-город. Екатерина Киселева, Станислав Доминов. Наше время.